Приветствую, друзья! Почти полгода назад мы с вами подробно рассмотрели ЦАП SMSL DO200, который, имея поистине широчайшие возможности по настройке и подключению, еще и не слабо так удивлял своим звучанием. Пожалуй, это был самый сладкоголосый аппарат, что я только держал в своих руках. Но по достоинству его оценил не только я и на волне успеха производитель решил пойти еще дальше, наделив его самым новым и совершенным USB-чипом XMOS XU316. В остальном мы имеем все тот же сдвоенный конвертер ES9068AS, целых пять операционников OPPO 1612, входы AES-EBU и i2S и Bluetooth-чип Qualcomm 5125 с APTXHD и LDAC кодеками. То есть он и раньше был заряжен на полную катушку, а теперь стал ну вообще козырным. О нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел девайс в ровно такой же картонной коробке со схематично изображенным героем обзора и логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации. Только к его названию еще и добавили MK2. В комплекте я нашел небольшую инструкцию, пульт управления, Bluetooth-антенна, USB-кабель и стандартный уже шнур питания с заземлением. Блок, как у предыдущей модели, оставили встроенным в корпус. На вид пульт нисколько не изменился и это все тот же матовый пластик с прорезиненными кнопками. Из функционала на него вынесли включение и отключение, регулировка уровня сигнала, переключение входов и выходов, временное отключение звука мод, а также навигацию по системному меню. В отличие от Topping, настраивать решение от SMSL можно непосредственно во время работы. Корпус САПа ничуть не изменился и составляет идентичную пару с усилителем для наушников HO200. Сверху у него красуется сразу два логотипа пройденной Hi-Res Audio сертификации, а снизу все те же четыре резиновые ножки. По входам имеем ISEBU, I2S, Bluetooth, коаксиал, оптику и USB, а на выходе пару RCA и пару балансных XLR портов. Наиболее примечательна у новой ревизии ее лицевая часть. Да, здесь все также по центру красуется многофункциональный регулятор уровня сигнала, позволяющий также менять все необходимые настройки без использования пульта. Но главное не это. Больше всего меня поразило то, что экран стал цветным и это еще не все. Теперь каждая надпись на нем сделана своим шрифтом. Сверху у нас обозначен ход и в скобочках выход, уровень громкости по центру, а также параметры текущего аудиопотока. Все нормально, все здорово, только со всеми этими шрифтами новый вкус пропала эдакая брутальность, ну или я просто не привык к хорошему в сегменте стационарных ЦАПов. Обычно там действительно все максимально просто и предельно сурово. Что ж, будем привыкать и к красивому. В меню все по-прежнему. Здесь можно выбрать один из шести входов и один из трех вариантов выхода. Любой из трех цифровых фильтров для PCM, один из десяти вариантов окраса звучания, установить фиксированную громкость, назначить кнопку Fn, откорректировать джиттер, определить для себя значение i2s, выбрать направление фазы, установить время отключения экрана и его яркость, а также сбросить все настройки до значений по умолчанию. Не увидел только настройку доп, определяющую через что будет работать SPDIF, через САП или XMOS. Вероятно, с новым чипом XMOS данный выбор стал абсолютно очевиден и даже я готов с этим согласиться. Глупо доверять это дело заметно менее функциональному на фоне XMOS конвертеру. Окраска звучания, как и в прошлый раз, задействует DSP этого конвертера и не влияет на частотную характеристику и уровень искажений. Я лично на слух ее почти не чувствую. По начинке базируется SMSL DO200MK2 на двух достаточно серьезных конвертерах ESS и ES9068AS с поддержкой PCM до 32 бит 768 кГц, DSD 512 и полным декодированием MQA. Из операционников производитель отдал предпочтение OPPO 1612 и на Bluetooth установил Qualcomm QCC 5125 с поддержкой APTX HD и LDAC кодеков. Ну и самая фишечка модели, собственно и определяющая второе поколение устройства, новейший USB чип XMOS XU316. Что же он нам дает? Вопрос сложный, так как для одних это будет баснословный прорыв, а для других толком ничего. Так, если вы используете оптику или коаксиал, то теперь для них можете получить заметно более высокие параметры и, что куда важнее, нативную поддержку DSD. Ну а для нас, скромных пользователей USB подключения, особо ничего не поменялось. Вроде как там появилось ускорение, более точная обработка сигнала за счет искусственного интеллекта, но понять его применимость в контексте ЦАПа лично для меня очень сложно. Для работы к нему необходимо подключить источник цифрового сигнала, в моем случае это всегда USB, а выход может идти сразу на активные мониторы или же через дополнительный усилитель на пассивную акустику или наушники. Еще раз повторю, наушники непосредственно к данному девайсу подключать нельзя, для этого требуется дополнительный усилитель. Включаем ЦАП, с меню или пульта выбираем активный вход и выход, регулируем уровень сигнала и начинаем получать удовольствие от прослушивания любимой музыки. Все настройки аппарат, конечно же, запоминает. Под Windows 10 и 11 ЦАП определяется автоматически, готовый к работе посредством WASAPI. Но лично я рекомендую установить с официального сайта соответствующие драйверы, так вы получите не только совместимость со старыми версиями системы, но и полноценный ASIO интерфейс. Со смартфоном и ТВ приставками ЦАП тоже работает, причем со всеми приложениями и сервисами, в том числе и через так называемый BitPerfect режим. Ну а когда одолевает лень или хочется особого удобства, можно задействовать МК2 по Bluetooth, благо тут есть все необходимые кодеки. Пользоваться им на постоянной основе я бы не рекомендовал, ну а в качестве исключения почему нет? Измерение, как обычно снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Иван до Космос с каждого из выходов устройства. В результате видим все графы в положении отлично, причем результаты на RSI почти не отличаются от балансного XLR ни на графиках, ни по цифрам. Везде у нас прекрасная кривая АЧХ, шумовая полка на минус 155 дБ, шикарный динамический диапазон и интермодуляционные искажения на минус 120 дБ, а гармонические на минус 130 дБ с процентным соотношением 0,05. То есть практически идеальные результаты на грани возможностей моего измерительного стенда. Добавить тут нечего. Относительно звучания я, признаться, какого-то существенного отличия не заметил. Аппарат не менее хорош, чем перворевизия, что в моем случае понятно. Основные-то отличия коснулись дисплея XMOS чипа, который, конечно, получил некоторый буст, но больше для обработки сигнала по оптике и коаксиалу. По USB все как было шикарно, так и осталось. Однако для тех, кто по каким-то причинам пропустил обзор DO200, я в общих чертах обозначу его поистине потрясающее звучание. Пробовал, как вы знаете, приобщиться к более дорогим моделям от топпинг, но нет. SMSL делает вот ровно ту выразительность, мелодичность и естественность, что я люблю. Это поистине взрослая, очень техничная подача с прекрасной прорисовкой буквально каждого элемента звукового полотна, хорошей реалистичностью и тем самым приятным слуху аналоговым смягчением. Отчего звучание получилось не только невероятно четким, но и глубоким и объемным. Пробовал, как уже сказал, варианты подороже, но там нет этого погружения и ощущения присутствия. И поверьте мне, другого вот лично мне уже не хочется. В качестве нового эксперимента решил сравнить герой обзора с хитовым беспроводным ЦАПом и к ИТБ-03. Но нет, для портатива это конечно очень круто, но против хорошего стационара звук кажется недостаточно живым, объемным и насыщенным. Ничего плохого о ИТБ не скажу. Это все еще мой фаворит среди мобильных устройств, однако он даже близко не конкурент. Ну а топпинг D90LE звучит настолько чисто, что я там влияние или если хотите характера ЦАПа вообще не чувствую. Оттого вроде как и круто, но как-то отсутствующее. Я так и не смог к такому привыкнуть в контексте моего сетапа. Возможно, с родным усилителем там все раскрывается, однако для себя я уже давно выбрал HO200. Если же сравнивать MK2 с U8s, то последний больше с упором на разрешение и максимально возможные скоростные характеристики. Как собственно и у топпинг E50. Тоже неплохо, но подход другой и на мой взгляд более простой. Ну и в отличие от топпинг DX5 звук здесь более собранный и четкий. Это если сравнивать характер непосредственно ЦАПа в DX5 без влияния усилителя для наушников, который данный аспект грамотно так компенсирует. В общем, лучше звука я, друзья, пока еще не слушал, хотя и много чего перепробовал и много с чем сравнивал. Из стилистики мне понравилось абсолютно все. С оговоркой, конечно, на мой парк наушников и акустики. Я буквально наслаждался наслоением текстур в академической джазовой музыке, разделением и драйвом в роке и металле и просто потрясающей мелодикой фанки, электроники и ритман блюзи. Это реально сверхэффектно и просто невероятно круто. Думаю, лучше бывает, но с ценником раза в 3-4 дороже. И то еще попробуй найди. Наушники, как я уже упомянул, спились вообще все. И техничные, и музыкальные, и нейтрально отстраненные, и даже излишне жирненькие. Что не подключал к связке с H-200, совсем залипал часа на 3-4. Одно слово, друзья, ну полнейший восторг. Если же разбирать звучание по частотам, то бас тут просто невероятно глубокий и прозрачный одновременно, а середина имеет приятное аналоговое смягчение, объем и максимальное внимание даже к мельчайшим нюансам. Причем упор делается не чисто на скорость атак и разрешение, а на балансе микро и макро контрастов, от чего хватает и веса и прорисовки и выразительности и динамики. Даже высокие частоты тут просто невероятно залипательные, без рези, грязи или других артефактов. Да, звучание здесь нельзя назвать кристально чистым в полном смысле этого слова, но оно имеет хорошо выраженный почерк и способный на долгие дни затянуть вас в пучину аудиального удовольствия. Мне лично данный аппарат не просто нравится, уже больше года это мой основной фаворит и никто еще даже близко к нему не подошел, вне зависимости от цены и компонентной базы. Подводя итоги, стационарный ЦАП SMSL DO200 MK2 лично, на мой взгляд, не претерпел каких-то феерических изменений. Это все тот же серьезный аппарат со своим уникальным характером подачи. Да, за счет цветного дисплея ему добавили некоторые веселые нотки, но это больше обертка. Важно то, что у него внутри и как все это звучит. А там он уж, поверьте, заряжен по высшему стандарту. Бонусов от новой XMOS я особо не ощутил, но если вы используете оптику как SEAL или AES-EBU, то прогресс будет. А так это все тот же потрясающий живой и безумно мелодичный звук с прекрасной прорисовкой и разделением тембров. Ну и напомню про наличие здесь i2s и AES-EBU входа в кучу настроек звучания и поддержки самых современных блютуз кодеков. Вдруг вы и так аппарат задействуете? Потрясающий ЦАП, могу смело рекомендовать измерениям, вы сами видели. Ну а на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSL DO200MK2. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok